Сематизировали, я на то, да, не по очереди. Продолжение следует. 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 И поэтому появляется известная работа, о которой тут уже упоминались. Это работа, значит, Бочкова и соавторов, прежде всего, где рассматривал спиновый эксидон. Это, значит, возгрузение внутри уровня ландала просто с переворотом спина. Можно назвать это спиной волной. И магнитоплазное возгрузение, это возгрузение на другую уровню ландала без всякого переворотом спина. Вот здесь все точно решается. И, значит, решение получится сначала Бочковым, Горданским или Альфертом, потом Крайловым и Хальфертом. И, собственно, что значит решение? Ясно, что отсчитывать, что у них есть, так сказать, без всякого взаимодействия, у них вот есть щель, у магнитоплазмоноциклотронная щель, у спины волной Земландусской щель. А они посчитали, что у Лорусской сдвиги. Эти сдвиги оба равны нулю, если волновой вектор равен нулю. Это общий результат, значит, теорема Кона и теорема Лоренца. Немножко об истории вообще подхода вот этого и теорема. Значит, ну я уже упомянул вот эти две работы. Это, значит, тут еще вот, еще одна работа Бочков-Вальданский-Разберг, но еще есть работа Рафа Бочков, где фактически это, если первая работа без всякого вывода, то здесь вот есть вывод, есть доказательство вот в этой вот работе. Ну, а позже была, вот я уже говорил, уже, так сказать, обобщена для любого словочистого заполнения. Это работа от Каллин и Хакбернс. Вот. Кое-что, между прочим, говорил Кендер в середине 60-х. В общем, особого приложения это не нашло, но он, конечно, понимал, что вот так надо как-то писать эксцентральный оператор. Вот. У него это был оператор рождения дырки, а это рождение электрона. Есть какая-то, вот должна быть, огибающая функция. Ну, здесь вместо рождения дырки есть просто оператор уничтожения электрона. То же самое, в данном случае. Вот. Значит, и нужно упомянуть, конечно, вот такой эксперимент. Обычно это теоретический бэкграмот, а тут экспериментальный бэкграмот. Вот. Оптически все это должно изучаться. Вот эти первые эксперименты, конечно, Киаревский работают по рамоску растения Пенчука, а затем, начиная с нулевых, так называемых, это здорово уже на другом уровне, как разлетывается в группе Кушкина у нас в институте. Ну, и основная идея, она, в общем-то, простая. Вот сначала, конечно, так сказать, от какой-то печки надо оттанцевать, а отлично оттанцевать от одного электронного базиса. А вот тут надо вот отказаться от этого. Вот. И вместо электронного базиса используют экситонные базисы. То есть экситонные стаи, это есть и базисные состояния. Вопрос только, что, конечно, есть некое недовольство, потому что они вообще, говоря, не бозовские, не фермерские, хотя статистически ведут себя наборы экситонных состояний, как, конечно, если это есть, так сказать, множество таких стаи, то они могут размаховать статистически, как бозы газа. Вот. Значит, и дальше вот все в духе. Вот везде, кроме вместо электронного состояния, экситонные. Опять напомню, вот такой вот, значит, вот так пишется экситонный оператор для двумерной системы. Системы впервые, как его записали, Зюбенко-Нолзовик, потом опять Бычков-Варданский через три года. Вот здесь сначала в этих работах предполагалось, что А и Б – это вот фермерские операторы уничтожения и рождения, соответственно, но они одного и того же уровня Ландау. Отвечаются они какого-то спинам, что А, например, спин сверху, а Б – спин вниз, или долинами. Мог портить, например, у А – одна долина, а вот другая долина. Ну, все это один уровень Ландау. А вот, да, вот так можно написать. Здесь, конечно, изначально выбрана Ландау-калибровка. А если вот написать симметричный, иногда это нужно, иногда это удобно, то будет вот такое угрожение. Но от калибровки все, в конце концов, вообще не будет зависеть. Вот просто я хочу сказать, что вот такие вот функции встречаться будут везде. Это как бы рабочие функции экситонного представления. Ну, вот обобщение на любые уровни Ландау, А, да, или только там какие-то разные из-за спинного или спинного состояния, ну, или вообще они отмечают разную. Ну, а да, вот, было бы, по-видимому, в нашей работе с Кидастоном впервые, так сказать, такое обобщение сделано, когда это динарный индекс. Вот, значит, опять напомню эти операторы. Вот почему? Очень важно. А что такие эти самые огибающие выводы здесь? Ответ очень простой. Вот. Дело в том, что именно вот с такими огибающими вот эти экситонные операторы становятся, собственно, операторами того самого оператора импульса, который обобщается. Он ведь не буквально то, что написали Дерашинский и Датьков, но вот он обобщается для вот этой электронной системы. Ну, и можно наоборот, можно написать вот такую парочку, парочку выразить через экситонную операторность. Здесь тоже, конечно, индекс АБН, я просто часто опускаю. Ну, и тогда ясно, что вообще все, все на свете можно выразить в терминах экситонных операторов. Лишь бы сохранялось число электронных. Вот все взаимодействия можно переписать. Вот. Ну, кроме того, конечно, надо записать глотационные правила. Вот, экситонные состояния, экситонные операторы вытворяют алгебры и коммутируем, получаем опять экситонные операторы. Ну, в частом случае, это опять-таки, что в органском было записано тогда, когда они принадлежат на Мурману, на Монаву. А здесь вот общее выражение. Это вот в общем виде, где А и В, любые, какие хочешь. Дельта – это символ Кронифера. Вот. Ну, и вот очень важно, что вот пользуясь вот такой, ну, не очень простой все-таки алгеброй, потому что это вам не фермерские или воздухские функционные соотношения, засчитать как-то вот такие рабочие матричные элементы, ну, вот ожидания вот такие математические. Вот здесь предполагают, что А и В у всех этих кооператоров одинаковые. Вот, первые два члена, тут все ясно. Это то же самое было, что будет если кооператор и просто Гозовский. А вот третий член очень важен, хотя тут в знаменателе огромное число равно врождению уровня Ландау. Очень важно, потому что давайте посмотрим вот на этот оператор, но на это ожидание, вот так сказать, с весовой функцией. Вот. Тогда получается вот такое выражение. И вот этот третий член, вот этот, он дает, в общем, вполне сравнимый плат с первыми двумя. Более того, во многом, в тех интересных случаях, которые, собственно, и важны, именно он определяет исполненный физический эффект. Вот. Значит, можно заранее вот сосчитать то, что нужно, потом использовать это в разных задачах для разных проблем. Вот. Ну и, кроме того, конечно, недостаточно одноэкситонного базиса. Надо еще, так сказать, использовать двухэкситонный базис. И тоже, так сказать, вообще говорят, двухэкситонный базис неопрегиональный, но, возможно, опрегионализация. Если вот эта вот обивающая функция выбрана определенным образом, это все можно сделать. Это вот некий такой математический аппарат, который предшествует. Да после этого уже ничего не зависит, конечно, с первоначальной перебровки, все переписывается вот так вот. Вот эта вот техника всего этого. Ну, кроме того, как, поскольку все-таки дальше идет теорию возмущения, куда же это мы делись, то вот есть такая простейшая диаграмма, это вот как изображается, значит, вот это состояние одноэкситонное. Вот, значит, обращаю внимание, что вот эти экситонные состояния уже будут не вырождены, хотя первоначальные состояния уровня Вандау, они были консистенуально вырождены. Вот, значит, ну и дальше вот я напоминаю, что можно, так сказать, найти такой уклад, что следует дойти до клубовских аппаратов. Вот он так записывается. Каждый экситон здесь нагружен определенной вот такой функцией. Вот, и дальше вот так изображается действие этого клубовского аппарата на основном состоянии. Вот электрон из-под низу берется и куда-то вот поднимается наверх, выше уровня эфирной. И дальше для чего все это нужно? В первом порядке, конечно, ничего не надо считать, там все очень просто. Там все сделали Бычков, Форданский, Вязберг и как бы, как бы. А вот второй порядок, это жутко сложно, если вообще сделать все стандартно. По-моему, даже невозможно. Но вот в таком вот плане, значит, существует определенный алгоритм. Задача-то не точно простая, но она становится достаточно рутинной. Вот, например, рассмотрим поправки к основному состоянию. Они, действие клубовского аппарата на основном состоянии, но это действие первое. А надо вернуться обратно, можно это сделать вот так. То есть, возбужденные электроны коллапсируют обратно соответствующими движениями. И вот этому, этой диаграммке соответствует точное аналитическое вырождение, которое нужно, есть точные правила, как вот это все описать соответственно из диаграммы. Дальше вот, можно ведь и так сделать. Электроны коллапсируют не сварить, а чужой. Вот, это как раз из того третьего члена, про который я говорил. Тут сложнее дополнительное суммирование по вот этому свободному параду. Вот это пример. Ну, дальше я могу рассказать, как вот дело с поправкой к электрону. Интересно, что численно это сначала посчитано в работе. Ну, не то, что посчитано, там, по крайней мере, приведет численный результат в сонде. Вот, это можно сделать. Это все просто, на самом деле, но все вспомогательные шаги. Вот, аналитически вот, оказывается, такое выражение. Вот, это уже сложнее. Вот, если посмотреть, то вот эти вот диаграммы, которые учитывались в расчете основного состояния во втором порядке по взаимодействию, они теперь исключаются, потому что в них участвовал вот этот электрон, который, значит, вместо него теперь дыр. Вот он участвовал, теперь не участвует. Значит, вот это надо вычесть. А что добавится? А добавятся вот такие вот, их не было. Вот такой вариант, еще вот такой вариант. Вот, здесь как бы сместилось, смещение, оно так же здесь, начальное положение. Вот, и вот все в таком вот плане. Так вот, еще это нужно. А нужно это вот, во-первых, еще вот первое, так сказать, осмысленное применение экситронного представления. Возьмем, так называемый, циклотронный спинп, циклотрон, мне удобнее говорить, называть это в английском. Вот, когда заполнение двойка, значит, в принципе, это рассматривалось в работе Каррина и Хальперн, значит, возбуждение, значит, полностью депатриализованной системы, возбуждение, ну вот оно может быть таким, например, вот, чифра рождается оно вот таким вот оператором, значит, вот, ноль перевернутый, а, значит, единичка, возбуждение на первое, на лоза, он уже в правильном правильном направлении, так сказать. Вот, здесь изменить полную спину на единицу. Можно сделать и вот так. Вот, и вот, не знаю, как изобразить, можно вообще не менять назначение Z, а менять только вот это вот, полную спину на единицу. Вот, ну, в общем, короче говоря, есть креплеты. Есть креплеты, у которых одинаковый булоновский сдвиг, и, соответственно, лозаиманское рассчитывание вот на три состава, на три состояда. Так, вот, это, вот. Это что, биэкситон был, да? Это не биэкситон, это все просто экситон, почему? А, это, ну, я не знаю, как нарисовать. Это вот что, это, 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 это на самом деле суперпозиция. Биэкситон. Это не биэкситон. Но, 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 но биэкситон. Поскольку я просто хотел изобразить ситуацию, когда меняется, не меняется Z компонент, но меняется полный спин. Вот, это какое состояние. Это не умножение, а сложение, точнее вычитание. Если будет сложение, то это будет плазмом. А если вычитание, то это вот такая штука. Ну, не умею, я не знаю, как нарисовать. Это из двух вот таких состояний. На самом деле, это вот суперпозиция. Вот. Вот. Ну, это вообще, когда я рассматривал заполнение Дойтера в работе Халли и Хальперта, они посчитали в первом порядке, все окей. Вот там есть магнитоплазма без изменения спины, магнитоплазменная мода. Есть вот такая вот спин-флип мода. И вот там получился такой результат, что, конечно, при нуле у магнитоплазменной должен быть спин-флип ноль. Это средство, если они обракованы, а вот почему-то и у вот этой спин-флип моды тоже оказался ноль. А вот это ниоткуда не следует. Это просто случайный, в таком смысле, результат. И это означает отсутствие такого результата. Потому что надо просто читать следующие приближения. И вот следующее приближение. Вот. Вот такое мы сейчас будем говорить. Оно, собственно, нужно читать. Это приближение второго порядка. Оно является главным приближением в данном случае. Вот. Видите, можно... Да? В верхней точке, что там вот по кону равно нулю, что равно нулю? Что за кусочек? Вот я все выяснил. Как это? Плазмонный кусок. Плазмонный. 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 Ну это... Вы тогда нервничеволок. Магнитоплазмон? Да. То есть бузовское реакцию возбуждения, да? Нет. Ну, вообще-то окситон, он не очень бузовский. У него есть внутренняя жизнь. Ну что он имеет определенный смысл? Ну, значит, это... У него есть слой этого возбуждения, есть абсолютно понятный, так сказать, классический аналог. Это действительно магнитоплазмон. Магнитоплазмона не такая дисперсия. А? При единице не такая дисперсия. При двойке такая. Я понимаю, что вы имеете в виду. Вот вы имеете в виду. Вот есть РПА, есть РПА, есть РПА результаты. Есть РПА результаты. И известно, какая энергия у магнитоплазмона. Вот если в этом РПА результате устремить как нулю. То есть взять ледового предель. Все будет у вас полностью, так сказать. Здесь это решение, это уравнение Шлезе. Просто. Вот все эти возбуждения, это просто решение уравнения Шлезе. Это вот возбуждение вот этой системы. Но они могут иметь, так сказать, аналог в классике. Могут не иметь. Вот РПА результаты, они всегда имеют обычный аналог классики. И вот этот аналог классики достигается в длинноволновом приближении. Если РПА результат в длинноволновом приближении. Значит, посмотреть, чему будет равна энергия магнитоплазмона. То там уже ничего от заполнения, конечно, не зависит. И там получится ваша формула тоже, которую тоже надо взять длинноволновом приближении. Название о том приближении? Да. Название о том приближении? Да. Название о чем же. Он так как бы примет уже. Вот. Значит, здесь заполнение двойка. И вот я еще хочу показать. Это не надо, это объяснять еще особо не буду. Но вот просто начальное состояние. Вот такой вот он. Вот он, экситон. А дальше начинаем его поправить. Вот это полуровское взаимодействие, значит, вперед-назад. Вперед это сплошные линии. Назад, значит, консекундивные. И вот есть разные варианты. Собственно говоря, вот переслоя можно ничего не забыть. Ну, та же идея, что и в гримовских диаграммах. Это способ просто, так сказать, ничего не забыть и все учесть. Вот. Значит, ну вот еще это не все. Значит, всего таких шестнадцать диаграмм прибавляется. Вот. И кроме того, есть диаграммы, которые были, нужно с правильной поправки учитывать в основном состоянии. Вот есть шесть штук диаграмм, которые как бы лишним образом были учтены в основном состоянии. Эксперимент из-за того, что в общем-то надо вычистить. Ну вот, собственно, больше... Ну вот, вот этот ответ. Всем видно, что он совершенно аналитический. Вот кулоружская вершина здесь в квадрате. Это эксперимент, который, ну, мы можем в студии, равно сказать, осилировать и в таких разах. Вот. Вот это сравнение с экспериментом при соответствующем образом выбранном, значит, усреднении в Z-неправлении. Форфактор, как он нам специально берет. И вот еще один случай, когда, смотрите, вот есть цепалонентройка. Вот двумя способами можно... Вот это магнитоплазмой как раз. Вот. Вот два таких варианта есть. Ну, чтобы они были ортагональны, надо выбрать их так. Вот это вот, значит, кофазная, синфазная мода, а это антифазная. Так вот интересно то, что синфазная мода, это вот это вот, она имеет классический аналог. А вот это вот, хотя это магнитоплазмой, это не без всякого переворот в спинах. А вот эта штука, опять, случайно оказывается, что у нее при КУРа равна нулю, Куламский избег ноли, поэтому приходится опять считать во втором порядке. И самое интересное, что КУР равна нулю, длинноволнового предела, но у этой штуки нет никакого классического аналога. Это чистый квантовый магнитоплазмой. Вот такая вот ситуация. Значит, тут тоже померено. Ну, вот видно, что более громоздко, но, так сказать, абсолютно метическое выражение. И, значит, вот тут есть сравнение с экспериментом также. Вот, значит, кружки всякие, это экспериментальный результат при различных нюх. Белые кружки, это, значит, Cycroton-Spin-Click excitation. И, значит, черные кружки, это вот эта антифазная магнитоплазмная мозг. Она может быть только при нечетном. Вот. Значит, ну, естественный подход, поскольку появляется, значит, как его, квантовое число, волновой вектор, является планом число, волновой векситон. Ну, вот, возможно, такие предварительные, значит, расчеты каких-то блоковых выражений, каких-то ожиданий математических, которые потом используются уже в разных работах. И, значит, это, в общем-то, не как-то достаточно крепотливо, но тем не менее рутинно. Вот что важно, и вообще, по-моему, было бы невозможно. Теперь расскажу, у меня сколько времени? Много. Много, да? Отлично. Значит, а вот, может быть, эта часть, она, не знаю, интереснее ли она, но она имеется более современной, как бы сказано. Потому что тут в последнее время появились, скажем, на мой взгляд, выдающиеся экспериментальные результаты. Вот. Релаксация. Значит, что такое релаксация? Вот надо две вещи разделять. Значит, есть статистизация, а есть релаксация. Вот как я их разделяю? Это просто вопрос с терминологией. Кто-то, может, и по-другому будет как-то называть. Но вот есть, значит, какие-то процессы усреднения. Когда у нас есть вот спинное возбуждение, например, самый простой, просто спинное окно. И вот они просто там как-то разделились. Они как-то, так сказать, улеглись. Температура есть. Температура есть. Вот, значит, формализация какая-то произошла. Охлаждение. Вот они как-то там уже и есть. Вот не только температура может играть, но и некий внешний беспорядок, который всегда есть в системе. Вот как-то они там. Вот. Но это быстрый процесс. А интересно, конечно, изменения. Вот первый процесс этот происходит без изменения полного SZ-компонента. Потому что SZ-компонента, она, так сказать, однозначно связана. Тут тоже для единицы все это, как пример, сделано. И однозначно связана с числом вот этих спинных окситонов. Вот. А вот, релаксация тогда, когда и вообще, потому что в равновесии вообще никаких окситонов не должно быть. Вот когда они действительно, так сказать, гибнут, анимелируют. И в результате прям все, так сказать, релаксируют в основном состоянии. Вот. Это, значит, релаксация тогда, когда релаксируют за кубанитом. Вот. Я думаю, сейчас вообще можно разные окситоны рассматривать. В общем, и плазмоны, и релаксацию. Это тоже в этом. Например, наша работа с инвенционами, в конце 90-х, там это было сделано. Но я буду говорить сейчас о релаксации только спинных возбуждений. Братушка, это важно ползать в системе. Вот. Ну, какие должны быть релаксации? Во-первых, должно быть взаимодействие, которое не сохранит спин. Иначе спин, так сказать, никакой релаксации спины не произойдет. Вот. Кроме того, что должно быть взаимодействие, которое ответственно за необратимость процесса. Ну, по крайней мере, обычно, практически всегда, это одновременно и диссипация энергии. То есть, энергию надо куда-то сбросить. Значит, вот, в принципе, когда экспериментов не было, вот, разные причины рассматривались. То есть, вот здесь вот, кстати, вот, эти вот, говорят, ражба, рейсельхаус там члены, спин архитарь. А вот, это уже безбечковый ражба. Это дело, опять, на него, значит, не могут сослаться. Вот. Значит, ну, кроме того, не сохраняя спины, самопросто включим ярко. Электронная спина не сохраняется из-за контактного взаимодействия с сердцем, который тоже присутствует. И, в общем, теория показывает, предсказывает, что такие ситуации возможны, когда вот это важнее, чем вот это. Вот. Ну, а что такое диссипация? Ну, можно фановы рассмотреть, как способ, так сказать, диссипации энергии. Это может быть такое вот просто экситонно-экситонное взаимодействие. Потому что каждый экситон, он еще имеет дипольный момент. Вот дипольное взаимодействие, вот. Вот это, конечно, та часть, которую они дегонализуют за экситонным представлением, ответственно за него. Вот это вот может быть причиной просто такого просмоления партнерного рассея экситонного экситонного. Ну, и, конечно, беспорядок. Ну, вот. Ну, а как же беспорядок будет диссипировать энергии? Там уже много рассеяя. Значит, у вас может из двух экситонов получиться третий. Два гильдута, получается, третий. А провоцировать это будет. Тоже беспорядок. Я расскажу про это. Ну, энергия, конечно, сохраняется. Конечно. Ну, то есть, это не диссипация называется, а передача крутой степени. Это именно диссипация. Потому что энергия сохранилась в этом элементарном процессе. Дальше вот этот вот возбужденный, как АЖ. Он просто остывает быстро, потому что это без переворота спина. Вот. Значит, ну вот, простейшая ситуация, когда есть спинная волна, спинный экситон, тот самый, самый вамный. Вот. Ну, вот есть еще плазмон. Плазмон мы не будем рассматривать. Значит, вот я напоминаю, такая картинка, значит, дисперсия у спинной волны квадратичная. Я говорю, положено, потому что это основное состояние. Фермоагнетик. Опять-таки, я ссылаюсь на эти работы, которые я уже упоминал. Ну, вот. Как можно аннигилировать? Фактически, я свой сканнигиляции. В процессе он свой сканнигиляции. Опять вот, я упоминаю. Так вот, экспериментально. Вот, я понял, это уже есть эксперимент. Вот это все, как, так сказать, пока на эксперименте я эти всякие механизмы не говорил. А сохраняется только вот это и вот это. Когда речь идет о спинной волне только. Не о других спинных. Это отдельно. Вот. Значит, вот, рассмотрим, что происходит. Сначала у нас была работа с Артюхиным, потом с Тимом Зайном. Значит, моментальный процесс такой. Вот, есть два начала спинного хокситона. Вот, из-за спинно-орбиты, этот спинный хокситон виртуально превращается в цикватроновый плазмон. Виртуально. Вот. А дальше вот уже вот этот магнитоплазмон вообще, так сказать, дохнет, потому что есть плавно случайный потенциал, который ответственно за неоднородность. Вот, неоднородность системы. И получается просто спинная волна с той же самой энергией, но, конечно, вот сохранение импульса, естественно, в этом случае нет. Вот. Значит, но энергия сохраняется. Вот эта энергия первоначальная, а вот эта вот конечная. Здесь две спинно-орбиты, здесь одна. Вот. Ну, если электронно рассматривать, то это означает, что вот возбужденный электрон одного хокситона, он, значит, из-за спинно-орбиты каплится, значит, с возбужденным состоянием, но с переворотом спины на другом уровне лангава. А потом, значит, релаксирует, коллапсирует, лучше сказать, с дыркой от другого хокситона. Это, например, очень опять тот самый тридцать член, вот, которых нет у БОЗи частиц, у БОЗи операторов, которые вот типичны для электронных представителей. Но первый процесс, он виртуально поднимается? Виртуально, все виртуально. Это теория измущения второго порядка. Все виртуально, а процесс реальный. Да, вот так. Вот дела. А виртуальный процесс. Теория измущения второго порядка. Как они бывают? Да. Вертуально. Вот финальное состояние, которое вот так вот тут изображено, вот один хокситон в конце. Вот. Ну и как на теории? Вот рассматривался плавно случайный потенциал, стремлен перелядом, он считался. Гауссом. Вот. Значит, и вот я уже напоминал, есть такой четырехкситонный, четырехкситонное математическое ожидание, вот оно используется. Интересно, что есть два члена. Вот этот член понятный как раз квадратичный, потому что это двухкситонный процесс, понятно. Тогда скорость должна... А вот этот член берется вот из чего. Дело в том, что мы считали здесь, что все однородное, температуру распределяют однородные хокситоны по образцу, например. А на самом деле есть в пространстве фуктуации. И двухкситон есть хорошие места, а плохие места. И он преимущественно, так сказать, где-то там, где места хорошие находятся. И вот в результате появляется такая линейная вокруг. Вот. Но тут же это все равно двухкситонный процесс. Есть вот этот параметр Тау, который, собственно, и рассчитывается. И вот это вот время, оно является, так сказать, функцией конкретной. Материальных параметров, как мы считали этого самого образца. И вот эти аргитуды, главное, случайно, потенциал и коллекционной земли. А вот эксперимент, пожалуйста, вот недавний эксперимент. И вот выяснилось следующее, что раньше эксперименты были не прямые. Вот эта релаксация, она наблюдалась как-то там, так сказать, косвенно, по ширине линии, по тому себе. И через что-то все получалось от оттуда на секунду до десяти. А у меня никак меньше 100 не получалось. Вот в этом механизме раз где-то 100, щек, 150 на секунду, по всем оценкам. И вот на тебе, значит, в нашем институте вот сделан эксперимент, я тоже опубликовал его. Значит, где видно, что вот это вот как раз вот по времени, здесь время окружено. Вот, вот эта плотность экситонов, условных единиц. Вот, или поляризация системы, что то же самое. И вот все линейно, вот ритмическая шкалья. А вот это вот, при развивании кружки, это различные дальние гаммы при различных магнитных полях. А вот, когда мы послали интерфейс расслабиться, нам ответили, поскольку авторы в реальном магнитном поле только мерили, поэтому это не перестали. И ничего было с этим ответом в нем ничего. Ну, как видно, что тут это просто не соответствует действительности. А, разные, конечно, просто тот, кто нам отвечал, должен был написать специальному ритмическому читать. Ну, почему вы не указали ему что-нибудь? Ну, указали, мы все написали. Я даже писал главному лидарку. Все, и там еще раз там наврали, подавшись. Ну, неважно. Вот, там как-то есть свои принципы. Вот. Просто я недавно там работу опубликовал, решили, что подряд две работы надо. Не надо. Надо перерываться. Вот, по-моему, так, обязательно. Вот, значит, ну, вот черная кривая, это расчеты. Вот, в основном, спектр в основном линейный. Вот, если взялся в основном линейный, то тут действительно довольно-таки, так сказать, не очень высокий подрывший образец. Поэтому так, в общем, должно быть и по нашему теоретическому оценку. Вот. И вот, я себе сейчас скажу вот об этом очень важном. Вот я уже говорил. Вот Сальд-Горзон спинфлип экситейшн. Когда заполнение двойка. Это вот, я напоминаю, что это вот электрон вот так вот. Значит, вот есть переворот спина, и, значит, одновременно он оказывается вблизи до следующего уровня логау. И есть отрицательный вот плаворовский взлив, который мы считали раньше, где-то там уже 9 лет назад. Вот, взлив здоровый, то есть гораздо больше, чем температура. И вот интересно, что плазменная мода, она выше. И вот эта плазменная мода, она релаксирует радиационно. А флуктуация и квантовая, и тепловая в нее очень ничтожные. Поэтому вот этот большой век, вот этот вот, вот этот большой век отрицательный, вот тут и еще вот тут. Значит, он позволяет вот действительно не рассматривать какие-то там каналы радиационной элаксации, только нерадиационной. Значит, и поэтому это должен быть магнетоплазмон. То есть фанол, фанол. Извините за удовольствие. Значит, огромное освобождение энергии, потому что нужно циклотронную энергию куда-то здесь. Вот, но кроме фанол, ничего нет. И поэтому что? Вот, значит, опять, вот из всего этого остается спин орбита. Это кроме фанол на взаимодействие. Но интересный диапазон, как раз вполне экстрементально достижимый. Здесь должна быть наиболее сильная, как раз, наиболее медленная подгон релаксация. Значит, он вот при низкой температуре, где-то в поле, где-то вблизи пяти тесла. Вот. Вот какой, может быть, процесс распространения? Ну, в общем, можно смотреть одноэкситонный процесс, однофанол. Что-то вот ничего не получится в этом случае. Потому что тогда в конце фанол и все. А картинка вот такая. Первоначальное состояние. Вот экситон. Надо, значит, он коллапсировать со своей собственной дыркой. Очень простой расчет. Вот это получается ноль. Потому что если у нас вертикальное, на самом деле, возбуждение оптическое, то есть, если у нас вертикальное состояние, то это хорошо понятно. Фанол, у которого нет волнового вектора плоскости, это уже не фанол. Потому что это переход между двумя ортогональными состояниями. Поэтому это ноль. И только в силу температуры это может быть какой-то там неровно. Ну, в общем, этот канал элоксации является дико слабым. А вот такой канал вполне, вполне. Когда у вас два экситона. Вот таких сайферменплип, спинфлип, экситейшн, вот их два. Вот, значит, есть начальное состояние, в финале состояние один. Значит, это опять двухэкситонный процесс элоксации плюс погон. Да, вот это, опять считаем, опять, между прочим, вот этот вот матричный элемент сводится к тому четырехэкситонному ожиданию, которое я описывал. Ну, так не годится, это мы уже знаем. Вот так вот. Понятно, что это даст опять ноль. А вот остается только такой вариант. Сначала два экситона, а потом он релаксирует, коллапсирует с дыркой, но чужой. Не с моей, не с своей дыркой, а с чужой. Вот. Ну, и этот результат содержит суммирование, как пул. Значит, вот, что получается. То есть начальная стадия, конечная стадия. И очень-очень жесткий фанон. Он, значит, я могу сказать, длина волны этого фанона где-то около двадцати двух астрем. А чем она определяется? Она определяется вот с экваторной щелью. В основном все наказать, конечно, хватит. А жесткий фанон, он слабо каплится с электронной системой. Как известно. Потому что каплится хорошо тогда, когда размер, так сказать, электроны подходит к волновой длине волны фанона. А здесь размер электронов где-то сто, слабо на фанонах. Двадцать и разница это касается полосами. Вот. Значит, что получается? Вот, получается, это вот мой расчет. Тут понятно, тут квадратичная должна быть. Темп для локсации будет квадратичной, зависит от концентрации кситонов. Значит, вот тут зависимость от магнитного поля такая довольно сильная. И получается время, что вот эта вот тау, вот эта вот тау, которая здесь, оно где-то в миллисекунды. Это очень много. Это длиннейшее время. Вот. Ну, и все было бы хорошо, но все-таки, то есть может даже стало лучше, потому что появился эксперимент. А эксперимент, он гласит следующее. Значит, это очень много, а вот на эксперименте получилось следующее. Во-первых, релаксация экспоненциальная. А если, а у меня было, я вам упоминаю, здесь квадратичный член, поэтому должна быть неэкспоненциальная. Значит, релаксация экспоненциальная. А во-вторых, релаксация на время все-таки не миллисекунд. А тоже длинная, но сто микросекунд. Сто микросекунд отстроен тоже, между прочим. Где-то на данный момент, наверное, рекорд для двумерной электронной системы. Вот эта работа, которая сейчас, так сказать, скоро выйдет, но вот она готовится к публикации. Значит, вот почему расхождение с теорией? Ну, я рассматривал вот такое состояние, да, начальное. Вот, и вот что получилось. Один экситон в конце и фаном. А вот на самом деле, если подумать, то есть что-то более примитивное. Вот просто один экситон. А вот фаномов много. Вот это оказывается где-то в десять раз увеличивает матричный элемент, и, соответственно, в сто раз, поскольку в квадрате увеличивается компрессация. Вот такое, в общем, примитивное объяснение. Может быть, и так красиво это считать, но все-таки, так сказать, у меня было сказано, эксперимент есть, и вот получается 100 миллисекунд. Эксперимент, надо сказать, выдающийся, на мой взгляд, потому что я говорю, что это специальные сети, которые ни у кого нет. Вообще, редкий случай, когда здесь миллисекунд. А? Пол миллисекунд. 500. 500. Ну, они мне сказали, что 100 миллисекунд. 100 миллисекунд. 100 миллисекунд. Э, мой гость, я написал. Вот, 100 миллисекунд. Я пойду, сказал, 500. Пол миллисекунд. Ну, где-то можно говорить, так, где 100, там 500. Очень длинное время. Ну, в общем, длинное время, длинное, конечно, что говорить. А какие фаноны разлетаются? Аккустика? А? Какие фаноны разлетаются? Аккустические. Аккустические. А связь деформационная или бьезо? Здесь важнее деформационная, потому что при коротких... Это галер-сенит, да? А? Галер-сенит, да. А бьезо-вклад несущественный? Несущественный, потому что там как раз наоборот. Когда у вас К большое, то с деформационной. Вот, значит, ну вот, так сказать, эксперимент, выдающиеся там всякие трюки используются. В общем, я не буду, конечно, об этом дать, я мало понимаю, но там очень все интересно. Не припятидесятся. Не-не-не, ну я, вот, значит, я не делюсь. Ну вот что, и последнее я заканчиваю. Всего один слайд. Вот вопрос. А является ли это время рекордным для двуменных электронной системы? Вот что интересно, что ответ, по-видимому, нет. Потому что, давайте рассмотрим такую простую вещь. Единичное заполнение, полностью поляризованный нижний уровень Ландау, и один электрон дополнительный, который, правда, не на нижнем уровне Ландау, Ландау на следующем, вот он. Вот он, посмотрим, как он будет релаксировать. Вот он, как он должен релаксировать? Он перевернулся должен, чтобы попасть. Ну вот что получается. Ведь финальное состояние, конечно, не то совсем, а скермион. И мы, значит, имеем в этом случае не только огромный, огромную энергию надо куда-то сбросить, но еще и огромный спин, кроме этого, должен быть. Ну, не огромный, на самом деле, экспериментально это там на три. Ну, ясно, что это не переворот на спине. Вот. И поэтому огромное релаксационное решение, что вот самое интересное, что это уж, конечно, по крайней статье, но это просто предварительные результаты, что у нас есть, в общем, так сказать, эксперимент, где получается секунда. И вот это, можно сказать, вот. Это уже конкурирует вполне с лангами и дотами. Вот. Вот это для двумерной системы абсолютно не так. Вот. Это не переворот, значит. Ну, может быть. Будущее. Да. Да. И сегодняшнее. И сегодняшнее. Спасибо за прекрасный вопрос. Вопросы наши. Сережа, я тебе в свое время говорил, что самое длинное время это в бабле в гель, в электронах переворачивается. Да, я это принял себе. А обратно он не может упасть, потому что все в основном без гель. Тем не менее там время было 1 сотой секунды. Длиннее не бывает. Я тогда тебе говорю, что у тебя в какие-то времена... Понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Последний, да? Ну, сотой секунды. Я и говорю, что тут... Понимаешь, какая штука? Тут же надо... Тебе не один список играть. Понимаешь, в чем дело? И к чему секунды? Очень сильно коллективный. Коллективный эффект. Я мог бы сказать, что переход из одного топологического станет в другое. Но я не люблю этих слов, потому что реально... Мне трудно говорить о топологических каких-то аспектах этого скремлёна. Когда на самом деле известно, что реально переворачивается там 2-3-4. Даже не 4, а 2-3 электрона. Если добавляется электрон в систему, переворачивается немножко. Ну да, но где раздвигается? Ну и раздвигается там что-то. Где-то там... Ну, вообще топологический заряд... Есть теорема, которая говорит, что топологический заряд равен вот этому лишнему электрону. Он должен быть единицей. Но... Здесь два разных совершенно... Нет, нет. У тебя одна электронная задача. Нет, та страшная вещь, что вокруг спинов нет, а он все равно берет и переворачивается. Нет, но там есть за что зацепиться. Почему? Вот этими хвостами твоими как раз и зацепляется за ядро, и поэтому переворачивается. Там все понятно. Там пролезнула фраза насчет радиационного распада. То есть что, фотоны излучаются? Да. Значит, если у вас магнитоплазмон... Если у вас магнитоплазмон, то разрешена радиационная релаксация. Излучается фотон. Потому что у вас уже циклотронная щель достаточно далека. Ну, это не очень быстро, но это, по крайней мере, доля микросекунды. Вот имеется волна. Да. Все-таки волна, да, магнитоплазмон? Ну, если... Ну, К. Есть у нее? Конечно. К. К. Здесь есть технология. Свет, говорю. Панематически разрешено это. Почему? Разрешено, конечно. Ну, потому что С огромная величина, он не может плазмонон спустить сам по себе. Свободный плазмонон не может спустить С. Разный К. Вы ничего не понимаете? Я ничего не понимаю. К у вас по КЗ направлено. Ну, это вам не... К от фонона или... Фотона. 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 Я говорю, сверху. Фотона или фонона. Направлено по КЗ. Вот оно и справлено. Вот так же, как в лазере стало. Вот он. В одном стороне не играется. Не в этом деле. Он есть плоскость. Двумерная волна имеет плазмононон. Нет на поле. Вот она вроде бы не может спустить сама по себе свет. Она устойчива в этом смысле. То есть в каком смысле она устойчива? То есть просто не излучает и все. Не может. Да нет, ну что это не излучает? Тогда что делать? Ну надо антенны создавать. Они делают, кстати, экспериментаторы. Да нет. Но если у вас есть... Нет запрета. Есть экситоны, так сказать, на самом деле, как они называются? Цемновые и световые. Вот это в данном случае. Это уже не о настоящем экситонике. Ну не о настоящем. А вся радость увеличения щели. Значит, конечно, вот эти экситоники, которые не стоящие, они, конечно, медленно релаксируют. Потому что у них просто... Вот есть закон Омега 4. Здесь, значит, поскольку ширина щели циклотронная, она, конечно, горшитка меньше, чем ширина щели запрещенная. Ну как бы это спускать? Электродекольный переход? Конечно. В ваших экситонах нет же декольного лонда? Ну почему же нет? Ну потому что они принадлежат разным уровнем лонда, у них разная симметрия, как раз и есть декольный переход. Они разным уровнем лонда не лежат. Один на... он с первым релаксирует на нулевой. Посмотрите, есть переход. Перехода нет из-за спина. Если спин другой, вот да, тогда это запрещено. Вот это темновое экситон. Я говорю, а если плазму, то пожалуйста, он разрешен. Как можно это? Если бы на одну лонду не лондал, то это он не лондал. Приводи мне эскуссию. Так, еще есть вопросы? Можно философы философы? Вот когда говорят, это многие говорят, вот берем предел, когда кулон слабее плывет. Да, как мне сказали. Если я букву подставлю, получишь, что магнитный линад должна быть меньше боровского равенства. Я это внимательно слушаю. Не-не, подожди, я не заметил, что общее направление. Меньше боровского равенства. Тут можно наиграть, что боровский радиус на самом деле там епсона есть, мс-звездой есть. И оно на самом деле не полуэкстрен, а может 20. Ну все вопросы. Нет. Но при этом заранее предполагается, что вот эта маленькая масса, она далеко работает. То есть те аппараты. Что епсон не зависит от атомии. Ну реально, вот здесь я поставлю, голые углы. Это будет атомная, магнитная длина должна быть меньше боровского равенства. А потом я начну, а не эксклюзациями, говорю, у меня епсоном большой. Что по поводу некому? В чем вопрос? Вопрос в чем? Кто не проверял эту вещь? Кто не проверял эту вещь? Потому что это очень соблазительно сказать, предел силы ухода. Но карбально, когда все это было бы не перенормировано, это были бы атомные. Теперь мы перенормировали. Ну какой-то эпсоном фреатический. Я заранее предполагаю, что у меня аспектр параболический в очень широком размере. Вы параболический наверняка выводите? Вот это за что-то общий вопрос по управлению. Нет, ну это все на зоны, а не параболичество. О чем вам все разговоры? Нет, нет. На этом мы закончим эту вещь. Еще раз поблагодарим докладчиков. Последний доклад сегодня это Алексей Владимирович Белкадул. Вот сам скажет прошло. А, тут сейчас. Вот здесь уже лежали. И вот там летим каждый раз.